Иногда нас так и тянет расплатиться телефоном в магазине электроники, чтобы услышать этот прекрасный. Продолжайте оплачивать покупки телефоном с помощью Мирпэй. Привычно безналично. Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу о душераздирающей фэнтезийной драме под названием «Голос монстра». Я пришел за тобой. Фильм начинается со страшного сна подростка. Паренку снится кладбище, падающее в бездонную пропасть церковь и его мать, которую он пытается удержать за руку. Мальчик просыпается в ужасе и панике. Он подходит к окну и долго смотрит на ночную улицу. Наступает утро, паренек одевается, наводит порядок на кухне, забрасывает стирку белье и принимается за приготовленный самим же завтрак. Его внимание привлекает кашель мамы, которая тяжело больна, и он долго смотрит на нее, прежде чем отправляется в школу. В классе Коннор сидит на последней парте. Во время урока он находит угрожающую записку от одноклассника, который оборачивается и смотрит на парнишку, в то время как педагог обращает внимание на уставший вид паренька. Но его сочувствие вызывает обратную реакцию. Одноклассники Коннора насмехаются над ним, и после урока в троице избивает парнишку. Его мучителю не нравится, что Коннор всегда в мире своих фантазий. К тому же он уверен, что мальчик побоится рассказывать взрослым об избиениях. Подавленный парнишка идет домой, где его встречает мама, которая приготовила для него сюрприз. Старый проектор его дедушки, умершего еще до рождения внука. Пара запускает старый фильм о Кинг-Конге и смотрит его. Мама пытается объяснить мальчику, что люди часто боятся того, чего не понимают, и поэтому стремятся уничтожить непознанное. Но женщина быстро устает, и мальчик один досматривает драматичные кадры финала. Ночью он усаживается за свой стол и принимается за рисование, и в этот момент слышит голос, зовущий его по имени. Подумав, что это ему послышалось, он зарисовывает могучий тис, растущий на холме за окном. Но снаружи поднимается ветер. Мальчик открывает окно и видит, как дерево выворачивает корни из земли, и превращается в огромного монстра с горящими глазами, который направляется прямо к его дому. Наклонившись к самому окну, монстр сообщает, что пришел за Коннором. Парнишка пытается спрятаться, но голос чудовища настигает его всюду. Отчаявшись, Коннор пытается доказать монстру, что не боится его, но тот берет парнишку в свою могучую ладонь и сообщает, что будет приходить к нему каждую ночь, чтобы рассказать ему истории. Четвертое будет истории самого Коннора, и он расскажет свой кошмар. В тот же момент мальчик приходит в себя за своим столом и бежит в комнату матери с просьбой переночевать сегодня в ее кровати. Женщина обнимает парнишку, и он успокаивается. Утром Коннор отправляется на холм, где рядом с церковью растет тис. Он не отваживается войти в кладбищенские ворота. Вернувшись домой, он застает в комнате матери свою бабушку, которую недолюбливает за ее суровый характер. Он слышит, как женщины спорят в комнате матери, после чего бабушка объявляет парнишке о том, что он теперь будет жить с ней. Но Коннор принимает ее враждебно и отказывается переезжать. В этот момент матери становится плохо. Она падает, и бабушка бросается на помощь своей дочери. В эту ночь бабушка остается ночевать в комнате Коннора, а он уходит на диван в гостиную. Ночью ему опять снится кошмар, в котором он теряет маму в провале. И тут же дом начинает трясти, и, выйдя за дверь, парнишка видит монстра. Тот недоволен, ведь пришла пора первой истории. Но Коннору не нужна сказка, ему нужен обратный билет для бабушки. Рассерженный монстр объясняет, что не намерен разбираться с его драконами, парень должен сделать это сам. И именно для этого Тис расскажет историю. Коннор соглашается, ветви дерева обвивают его, и наступает темнота. Дерево советует использовать воображение, и мальчик видит старинное королевство на месте его городка. Именно тут и жил король со своей семьей. Но в войнах с врагами, драконами и армиями колдунов король потерял троих сыновей. Королева не пережила эту потерю, и король остался один со своим наследником, маленьким внуком. Мальчик рос, как наследный принц, и заслужил любовь подданных своей отвагой и милосердием. Время шло, и старый король опять женился на молодой и красивой женщине. Но вскоре король заболел, и пошли слухи, что его жена ведьма, и хочет изжить супруга. Несколько недель спустя король умер, и страной стала править королева. Юноша тем временем полюбил дочь простого фермера, что пришлось по душе его подданным. Королева же решила, чтобы не терять трон, выйти замуж за принца. Узнав об этом, молодой человек и его избранница ускакали из дворца, и остановились на ночевку под могучим Тисом. Но утром принц обнаружил, что его невеста мертва. Он понял, что это сделала королева. Горожане, узнав об этом, взбунтовались. И тогда Тис схватил королеву и унес ее туда, где горожане не смогли бы ее найти, где женщина могла бы начать жизнь сначала. Конор не понимает этого поступка, ведь королева заслужила смерть. Но дерево ведь не сказала, что это она убила девушку. На самом деле это сделал принц. Поняв, что смерть девушки породит пожар, в котором сгинет королева, он совершил злодеяние. Мальчик возмущен, потому что это неправильная история. Но Тис не согласен, ведь иногда и ведьмы заслуживают спасения, а королевство получают тех правителей, которых достойны. Тем более королева не убивала своего мужа. Он умер от старости. Принц же стал любимым королем. Парнишка приходит в растерянность. Кто же в такой истории хороший? Но монстр напоминает. Не бывает только плохих или только хороших. И Конору стоит бояться вовсе не бабушки. На следующий день на уроке мальчик опять ловит на себе взгляд своего преследователя. А вернувшись домой, узнает, что из Америки прилетает его отец. Бабушка просит парнишку собирать вещи. Он поживет с ней, пока мама отправится в больницу, где будет пробовать новый способ лечения. Конор идет к маме, и та успокаивает его. Все будет хорошо. Она обязательно выздоровеет. В школе его опять избивают его преследователи, но парень привычно молчит об этом, выслушивая рассказы бабушки о старинных часах, принадлежащих ее матери. Конор осматривает дом и принимается за любимое занятие – рисование. Он пытается войти в детскую комнату его матери, но обнаруживает, что она закрыта. В это время приезжает его отец, и парнишка бежит к нему. Пара отправляется на прогулку, и Конор на время забывает о своих проблемах. За обедом он рассказывает отцу о лечении матери, и отец приглашает парнишку в гости. Конор разочарован. Он хочет уехать к отцу навсегда, но мужчина не может себе этого позволить. Он слишком мало зарабатывает, а в Америке у него есть еще одна семья. Вернувшись в дом бабушки, Конор вымещает свою злость на рюкзаке и мебели. Услышав бой часов, он ломает их. И тут же слышит за спиной голос монстра, который пришел рассказать вторую историю. Услышав согласие Конора, дерево расправляет свои ветви, которые крушат все в гостиной бабушкиного дома. И начинает рассказ. Иногда нас так и тянет расплатиться телефоном в супермаркете, чтобы услышать этот прекрасный... Продолжайте оплачивать покупки телефоном с помощью Мирпэй. Привычно безналично. 150 лет назад заводы росли словно сорняки. Реки почернели, а небо задохнулось. Но на окраине города жил упрямый человек, который называл себя целителем и лечил с помощью настоек и трав. Жители не любили его, потому что он был злым и неприятным человеком. Еще в городе жил молодой священник, который был очень добр и любим прихожанами. Он проповедовал против жадности знахаря, и его лавочка вскоре прогорела. У церкви росло целебное тисовое дерево, которое может вылечить все, если раствор приготовит мудрый знахарь. Но для этого дерева пришлось бы срубить, чего священник не позволял. Но однажды двух дочерей священника сразила болезнь, и он возвал к целителю. Он готов был отдать дерево и обещал, что отныне будет восхвалять знахаря. Тот был удивлен готовностью священника отказаться от убеждений и сказал, что не может ничем помочь. На следующий день девочки скончались. И тис наказал священника, сломав его дом. Конор впадает в недоумение. Но почему? Дерево объясняет, целитель был жаден и груб. Но священник оказался еще хуже, ведь он был готов отказаться от всего, во что верил. Вера – половина исцеления, и она бесценна. И тут монстр просит Конора приказать разрушить ему еще что-нибудь. Мальчик приказывает сломать трубу, потом дверь, потом окна. И тут тис предлагает попробовать самому, ведь разрушать – это так здорово. И Конор принимается крушить все вокруг. Но придя в себя, парнишка видит, что разбивал вовсе не дом священника, а гостиную бабушке, которая как раз возвращается домой. Увидев погром, женщина не может сдержать слез. Она молча уходит в комнату дочери, не отвечая на робкие попытки Конора извиниться, и мальчик плачет у запертой двери. Утром он находит в кухне отца, готовящего ему завтрак. Бабушка уже уехала в больницу, потому что маме стало хуже. Пара начинает наводить порядок в гостиной и находят старые семейные видеозаписи. Мужчина рассказывает сыну о причинах их развода и уверяет, что любил его мать, и рад, что он так на нее похож. Позже они едут в больницу к матери, и мальчик узнает, что результаты лечения неутешительные. Конор вспоминает слова Тиса о вере, а она называет дерево их другом и говорит, что тис – это самое целебное растение. В этот вечер Конор ждет дерево с нетерпением, чтобы попросить его исцелить маму, и Тиса обещает сделать это. Утром Конор прощается с отцом, который обещает забрать его на Рождество, но мальчик отказывается покидать маму на праздник, ведь новое лекарство обязательно поможет ей. Конор уверен в этом и со страстью убеждает в этом отца, ссылаясь на обещания Тиса, но мужчина обрывает парнишку, ведь это просто сон. Вечером Конор слышит голоса в комнате бабушки и, заглянув в щель, видит, как женщина со слезами на глазах смотрит старые видеозаписи, на которых ее дочь учит маленького внука рисовать монстра. Перед мальчиком проносятся видения его встреч с матерью. На следующий день в школе он опять видит взгляд его недруга, а на обеденном перерыве тот подходит к столу, где в одиночестве сидит Конор и выливает его сок на тетрадь с рисунком, а потом сообщает, что ему больше неинтересно издеваться над ним, ведь Конор просто невидимка и больше для него не существует. Парень уходит, а за спиной Конора появляется монстр и сообщает, что пришла пора третьей истории, и она будет о человеке-невидимке, который устал быть невидимым. На самом деле он был обычным, но люди привыкли не замечать его, и однажды его терпение лопнуло, и он призвал монстра. И Конор, крича во весь голос, бросается вслед за своим обидчиком. Позже директор школы выговаривает Конору за его проступок. Его одноклассник попал в больницу после его нападения, а родители угрожают школе судом. Парнишка вспоминает, как избивал обидчика, выкрикивая, что он не невидимка, а директор пытается убедить его, что, чтобы стать заметным, не нужно никого бить. Она отпускает его на урок, обещая поговорить позже. Конор идет в класс под укоризненными взорами встречных, а потом ловит на себе осуждающие взгляды одноклассников. Его вызывают из класса. Оказывается, бабушка приехала за мальчиком, чтобы он успел попрощаться с мамой. Пара едет в больницу, и Конор входит в палату. Женщина извиняется перед сыном за то, что лекарство не помогает. Она очень жалеет об этом, и то, что он на нее злится, это нормально. И если бы у нее было сто лет, все эти годы она отдала бы ему. Конор бежит к Тису, обвиняя его в обмане. Монстр просыпается и признается, что пришел, чтобы спасти Конора, а не его маму. И сейчас время четвертой истории, то есть кошмара Конора. Мальчик видит, как перед ним разверзается земля, крушится церковь, а его мама падает в жуткую яму. Он бежит к ней и успевает схватить ее за руку. Но женщина висит над бездной, а кусок земли под ними двумя, того и гляди, отколется и унесет обоих. На этом месте Конор всегда просыпается. Но в этот раз Тис не даст этого сделать, ведь история не рассказана до конца. И если мальчик не признается, останется тут. И Конор выкрикивает заветные думы. Он хочет, чтобы все скорее закончилось. И тут же наступает тишина. Монстр отшатывается, а парнишка повторяет. Он хочет покоя. И пусть мама уже умрет, а после этого летит в яму. Но рука Тиса хватает его. Дерево хвалит парня за храбрость, хотя тот считает, что он заслуживает наказания. Он всегда знал, что мама умрет, хотя она старалась убедить его в обратном. И он хотел, чтобы все кончилось, и поэтому отпустил ее. Тис успокаивает его. Он не виноват в происходящем и напоминает свои истории. Как может быть принц-убийца спасителем королевства? Люди сложные создания. И верят в утешающую ложь. Не важно, что человек думает. Важно, что он делает. И Конору пора сказать себе правду. Обессиленный мальчик засыпает под деревом, где поздним вечером его находит бабушка. Они мчатся в больницу, но останавливаются перед переездом, где мальчик просит у нее прощения. Но женщине это уже не важно, ведь их всегда будет объединять любовь к его маме. Пара успевает приехать в больницу, чтобы проститься с умирающей женщиной. Конор опять видит монстра, который одобряет парнишку. И обещает, что несмотря на все сложности, он со всем справится. А Тисс всегда будет рядом. Конор обнимает мать в последний раз, и та покидает этот мир, держа за руки своих самых любимых людей. Позже Конор и бабушка приезжают в ее дом, где женщина отдает ему ключи от комнаты его матери. Он усаживается за ее стол и открывает альбом с ее детскими рисунками. И вдруг видит иллюстрации к историям Тиса. А на последней странице он неожиданно обнаруживает рисунки дерева монстра из его истории и сидящую на его плече девочку. Пронзительная история о сознании и принятии человеческой жизни обычным подросткам, столкнувшимся с настоящей бедой. Интересно, что идея сюжета пришла к ирландской писательнице Шиван Даут во время ее заболевания раком. Женщина не успела дописать роман. И тогда это сделал писатель Патрик Несс. Продолжение следует...